привет место вступления у меня есть друг иван наверное один из моих самых старейших друзей с детского сада вместе так сказать так вот он мне постоянно говорит алексей ты много путешествуешь и давай ты может быть будешь какой-то блог вести или что-то в этом роде а когда я путешествую у меня как-то всегда нет времени чтобы что-то записывать что-то такое делать но в этот раз я решил попробовать новый формат вау да и я взял action камеру и поехал на мотоцикле в крым из москвы ну и периодически и включал где считал что каких красивые места или интересные моменты происходят вот и сейчас я попробую все это смонтировать и показать вам и так это была моя первая остановка на границе тульской московской области собственно как все получилось там было три выходных дня праздник и суббота воскресенье соответственно я за эти три дня решил добраться до крыма в первый день я планировал доехать до воронежа второй день до ростова-на-дону и третий день уже непосредственно до феодосии или даже до севастополя так как пойдет ехал я размеренно не особенно торопясь и заезжая какие-то интересные места по пути таких мест было не очень много но парочка было расскажу еще об этом машин было очень мало ну за исключением может быть мука да когда народ выезжал уже на работу и собственно кое-где даже пришлось постоять маленько потолкаться но потом было все очень свободно и после этой остановки уже следующая была остановка непосредственно в туля где я даже немножко прогулялся посмотрел кремль и вообще немножко увидел города да собственно в тулу я заехал не совсем с того маршрута по которому планировал потому что я пропустил нужный поворот заехал нек несколько сбоку и из-за этого посмотрел какие-то такие пригороды тулы которые в общем то ничем отличаются от любой другой россии в таких местах ты совершенно не понимаешь каком-то регионе находишься все полностью одинаково и да и чтобы этого избежать в принципе мне кажется очень хорошая идея если вы едете в дальние путешествия на мотоцикле иметь возможность непосредственного питания для мобильного устройства чтобы видеть карту и это позволит не пропустить нужный поворот еще отдельно хотелось бы рассказать про отношение автомобилистов к мотоциклистам вот в москве с этим более-менее нормально то есть автомобилисты к этому привыкли они видят мотоциклистов но в регионах бывает очень по-разному и чаще вот как сейчас то есть автомобилисты они зачастую не готовы к тому что есть мотоциклисты и даже не смотрят в зеркала заднего вида в результате чего я чуть не въехал в этот автомобиль но все обошлось в целом нужно быть готовым к тому что любой автомобиль может совершить такой маневр что вам придется не сладко поэтому просто нужна повышенная готовность и держать дистанцию везде и понимать свой тормозной путь и все будет нормально вот собственно уже подъезжаем к центру тут рядом кремль можно видеть потому что здание уже невысокие такие присутствует какая-то архитектура вообще довольно симпатичный город последний раз я был в тули довольно давно лет десять назад совершенно ничего не помню проект город ничем умение впечатлил как-то и даже тот факт что здесь есть кремль как-то был для меня новым вот ну сейчас мы к кремлю подъедем в тули я думал посетить какой-нибудь coworking центр или анти кафе где можно было посидеть за компом и поделать кое-какие дела но в связи с коронавирусом этим дурацким ничего не работало и в итоге в общем то ну ничего страшного я посидел непосредственно в кремле на лавочке там было очень удобно и кое-что действительно удалось сделать вот собственно сейчас вы уже видите кремль похож чем-то на московский наверное прежде всего цветом потому что все таки в городах вокруг москвы я привык как-то к тому что кремль белого цвета но здесь он как в москве красный и чем-то похожа архитектура тоже такая итальянская не знаю присуща ли она всем кремлям или только вот тульского московского вот паркуемся да ну и пару слов о наших дпс никах куда же без них собственно на этом маршруте единственный раз когда меня остановили были вот эти вот работники дорожно-патрульной службы пропустили меня вперед сейчас они включили мигалки и собственно я их увидел в зеркала заднего вида и решил что и они по мою душу припарковался и на такие моменты возникает мысль а что я нарушил и как правило ну ответа нет то есть вроде ничего не нарушал значит обычная проверка документов также случилось и в этот раз вот сейчас сотрудник подойдет и попросит документы проблема главное заключалась в том в этот день что было очень жарко и вот такого рода остановки когда ты весь защите а документы твои находится в багажнике и это занимает некоторое время чтобы их оттуда достать и показать это конечно не самый приятный момент но в принципе все закончилось хорошо чувак особо ко мне не приставал увидев что все документы в порядке отпустил ну собственно следующей остановкой по плану был город елец в липецкой области почему елец потому что одно время артемий лебедев его очень рекламировал как чуть ли не лучший город для посещения в россии и к своему удивлению я в нем никогда не был и решил заехать тем более что он пути еще кстати я решил не использовать платные трассы м4 да и в целом м4 постараться использовать по минимуму потому что ну что трассы и трасса как бы смотреть на фуры которые ты обгоняешь не очень интересно в то время как посмотреть на эти сельские пейзажи на поля которые с одной и с другой стороны на эти пустынные ровные прямые дороги уходящие за горизонт это намного более приятнее и собственно по таким дорогам я и в основном ехал но где м4 было не избежать ехал конечно по ней тоже ничего плохого в общем то нет тоже довольно симпатично и быстро получалось но предпочитал такого рода трассы да и вот настало наверное время рассказать немножко про мотоцикл на котором я еду это мотоцикл yamaha father ys 250 здесь 50 кубических сантиметров он не очень мощный при этом он рассчитан только в общем то на асфальт то есть на нем мне дико неудобно ехать по каким-то не асфальтированным трассам но у него есть одно такое очень классное преимущество или даже точнее два даже первое это то что у него большой бак если не ошибаюсь 19 литров а второе у него не небольшой расход то есть в среднем у меня получается где-то три с половиной литра на 100 километров того получается что в целом я как правило проезжая 500 километров на одном баке то есть заправляться нужно не так часто и это в общем то классно при этом мне довольно удобно комфортно на нем ехать не знаю многие как бы говорят что как-то там сидеть неудобно все болит но ничего такого нет если в процессе езды ты разминаешься то все вроде нормально вот заправимся вот собственно так выглядит движение по трассе а кстати вот мы проезжаем границу липийской области то есть и лес прям вот уже вот-вот ну то есть трасса как трасса ничего такого особенного если нужно быстро добраться до крыма то м4 то что вам нужно с 5 раз и вы уже там можно сказать но опять же повторюсь что интересные места они не на трассе они там где нужно смысле хотя гонит по трассе тоже неплохо особенно если у вас очень мощного цикла то там можно разогнаться и еще больше но при этом вот я ехал не особенно много мотоциклистов что-то не встречалась вот конкретно в этих вот местах центральной россии там ближе к югу уже как-то больше становилось вот собственно мы уже в ельце довольно симпатично выглядит город как вы видите этот центр такие симпатичные здания по бокам улицы да кстати я тут довольно неудачно сбил муху так что придется потерпеть какой-то момент я там наружу и сотрудник вот этот прям самый центр центр вот кстати вы видите такой небольшой мостик он пешеходный через речку а параллельно ему идет автомобильный мост по которому сейчас поеду и собственно с этого моста я обнаружу что вот этой речке есть пляж где тусит куча народу столь жаркий день ну конечно же абсолютный нонсенс не присоединиться к этой тусе и тоже не поплавать в этой речке при этом вот я проехал довольно красивые места к сожалению не показал тут на видео до их и плохо было видно вот и было такой прям стойка желание остановиться и посмотреть погулять но к сожалению план грандиозный доехать до крыма поэтому нет особенно возможности как-то много времени провести что жаль конечно он другой страны будет он сюда вернуться еще раз неплохое у вас от из надо сейчас мы пойдем купаться я нахожусь в городе ельце и хочется сказать что это очень круто поплавать в речке под названием сосна после переезда сколько там 400 километров я 500 проехал сегодня вообще очень крутой день очень хорошая погода немного жарко в принципе когда быстро едешь это незаметно и город елец я к сожалению проехал как-то очень быстро но он не безумно понравился такие старые здания интересные надо будет как-нибудь еще разок сюда заехать и уже основательного посмотреть вот так вот ясно начинался второй день моего путешествия а собственно предыдущий день я продолжил путь в сторону крыма какой-то момент когда начало темнеть а чем южнее находишься тем быстрее как-то темнеет я свернул просто на боковую дорожку проехал ним по ней примерно с километр-два и обнаружил такой уже лесочек начинался и перед этим лесом я встал с палаткой там чай себе согрел у меня с собой корелка была вот и очень здорово поспал лучше чем своей квартире в москве видимо давно я не был на природе но выезжая случился тут небольшой такой инцидент я упал но ничего серьезного просто немножко поскользнулся на песке мотоцикл довольно легкий его легко поднять самому плюс он в защите ничего не повредилась при таком падении да она была очень мягким его просто не удержал какой-то момент вот сейчас будет бамс собственно это было единственное такое происшествие больше вплоть до крыма ничего такого не было если я уже несусь дальше это я решил заехать в город в городок такой дивногория воронежской области интересен тем что там есть дивногорский мужской монастырь а он меня заинтересовал потому что там есть такая церковь которая как бы встроена скалу и это выглядит очень интересно сильно камеру это не снял но вот вот фотография этого места довольно симпатично конечно же все закрыто коронавируса бушует всех убивает поэтому поэтому нельзя туда никуда зайти нельзя затем не в монастырь не в эту церковь но было все равно приятно там прогуляться по этим холмам очень классное место прямо на берегу дома находится здесь я выезжаю с другой остановки так получилось что каким-то образом я немножко проглядел все заправки и долгое время их не было и я уже начал переживать что я типа не дает заправки и на карта показала что ближайшая заправка есть в деревеньке под названием верхний мамон и я до заехал заправился а когда ехал по этому мосту первый раз увидел что на реке дом история похожа на историю вильце куча народу загорает купается и думаю ну грех не присоединиться к ним особенно такой денек где по моему температуру воздуха в этот день была плюс 34 соответственно над дорогой там все 40 45 наверно было если бы не ветер то можно было бы вообще наверно отбросить коньки поэтому этом сделал остановку очень классное место мест с местными тоже пообщался там классные ребята вот и еду дальше в сторону ростова-дону собственно опять я не заметил как ночь опустилась землю поэтому ничего не снял как я съехал с трассы как я нашел очень симпатичную посадку где-то километров полутора от трассы и с прекрасным видом на поля которые там дальше расположены сейчас будет видос тоже поэтому следующий день вот таких вот приятных сборах проходит утро и я встал немного ранее рассвета совершенно случайно и завел будильник чтобы смотреть рассвет но проснулся раньше минут 15 и восходящее солнце это было очень красиво и сейчас этот маленький прекрасный красивый оранжевый мячик превращается в безжалостного белого убийцу который будет весь день сегодня не светить правда по прогнозу обещали пасмурную погоду местами даже дожди так что может быть сегодня будет полегче тут кстати очень красивое поле уже повтыкал порадовался и такой вид на город я не знаю видно или нет он там кайфово сегодня я надеюсь крым собственно начался третий день моего пути в крым третий заключительный это пять часов утра хотя светло в общем то как днем давайте немножко расскажу про вообще мотоциклистов многие могут не знать но мотоциклисты всегда друг друга приветствуют помашет рукой если на встрече это если ничего не отвлекает и на остановках на заправках как правило ну здороваются друг с другом подходит спрашивает как дела откуда куда может быть про мотоцикл немножко пообщаются и так сказать то есть ощущается такая какая-то как будто бы семья я не знаю вот автомобильном таком путешествие такого конечно же нет я не знаю насколько аналогично происходит общение у дальнобойщиков но я не думаю что также хорошо и тепло скажем так вот далее снова трасса м4 вплоть до ростов-на-дону который я решил в общем-то объехать не заезжаю город чтобы быстрее в крым попасть вот здесь момент где объезжаю ростов-на-дону очередная муха едет с нами надеюсь что ненадолго это стадион который был построен чемпионату мира по футболу ну так выглядит нормально собственно тут довольно приятная хорошая дорога но было было два момента первый это была такая туча на пути мы моем переждать которую нужно было три часа а проехать которую можно было всего лишь за час я решил что ну не зря же с собой брал дождевик и думаю ну проеду надел дождевик поехал в путь ну там выяснилось что там просто офигеннейший ливень с молниями так далее но деваться уже было некуда в итоге я все это проехал быстренько насквозь даже минут за 40 тем не менее немножко меня залило но это ладно второй момент я конечно же опять пропустил нужный поворот и чуть было не уехал в краснодар 15 километров вернулся назад и уже дальше поле внимательно следить за здоровой каким то странно так получилось что это мой первый обед нормальный за это путешествие итак мы тут видим борщ приступим да кстати говоря про еду в пути как-то всегда так ты так на таком подъеме что есть вообще не ходишься так наверно в парке аттракционов там заходишь с утра и весь день тусишь не думая ни о идее ни о чем вот так что поэтому так получилось а это мы едем по прекрасной трассе который ведет уже на керченский мост на крымский мост извините город город керчь и это последняя заправка перед мостом лукойл которая прям просто эпическая такая она огромная она просто какая-то европы час слова целый комплекс там за ней там и какие-то развлечения еще что то и вот он сам крымский мост уже начинается никаких сложностей с его пересечением не было довольно длинный интересный объект и вообще когда ехал думал что это вообще наверное чудо что он не построен потому что ну если бы не события сомневаюсь что кто-нибудь догадался бы выделить столько денег у него строительства и реализацию столь сложного грандиозного проекта но что есть то есть и прокатиться по такому мосту на мотоцикле это был один из тех пунктов которые я хотел совершить оставлю вас с музыкой спасибо всем кто смотрел буду рад каким-то фидбэком до встречи урна бикинию истории а у на нохую а он чо хартиби форми у а мочери сингами салфи и стенам а уни недавно отсолова в этом не колоража Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok